Дни Венгрии 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 Он говорил о том, что мы привезем уникальный коллектив, фольклорный, который имеет место номер один в Венгрии. Этот коллектив путешествовал и имел гастроли больше, чем в 50 странах мира и никогда в жизни не был в России. И, конечно, мы счастливы, что имели возможность не просто привезти этот коллектив в Нижний Новгород, а первые гастроли в Нижнем Новгороде состоялись, этого коллектива. И только через два дня этот коллектив выдавал гастроли в Москве, в филармонии Ничиковского, а потом в Казани. Но могу тебе сказать о том, что такой аншлаг, как у нас, был и в Москве, и в Казани. Вот насчет того, что получилось в одном из интервью, я видела, что вы сказали, что именно этот фестиваль очень сложный в плане реализации, организации, логистики. Это действительно так? В чем основная сложность-то была? Леночка, ну, конечно, тяжело. Когда ты понимаешь, что ты должен пригласить больше ста людей, гостей в Нижний Новгород, да, нужно продумать, как им приехать в Нижний Новгород, где им жить, как им общаться, на каком языке, как им передвигаться. Дальше продумать. Все же есть языковые барьеры организаций, которые здесь встречают, и организаций, которые везут. Например, площадка драмтеатра. Ее уже нужно заранее подготовить. Много технических проблем, которые возникают, и на телефонной связи не всегда это удается с первого раза, понять друг другу, что требуется, что нет. Часть аппаратуры просто нету в нашем городе, поэтому приходится ее везти. А хочется, чтобы картинка была абсолютно полноценной, той, которой обладает этот коллектив, чтобы показать себя во всей красе. Если говорить о других проектах, то здесь задействованы и такие вещи, как перевоз скульптуры, растаможка, доставка, крупногабаритные грузы, пересечение массы границ. А сейчас они тоже не так просто нужны. И Украину, и Белоруссию проехать, и пол-России проехать. Поэтому возникают сложности. Но на то мы здесь и есть, почетные консульства, чтобы максимально облегчить сопровождение артистов в Нижнем Новгороде венгерских. Да, артистов. И не только, кстати, артистов. Каждый раз, каждый год на фестивале всегда представлен какой-то художественный проект. Спорно. Да. Расскажите вот об этом проекте. По какому принципу отбирается? Ну, ровно потому же, как и коллективы танца, песни, так же и художники отбираются те представители этого искусства, которые имеют мировую известность. Мы счастливы, что в свое время, кстати, тоже впервые в России была выставка Тибора Черныша, полная коллекция этого прекрасного художника. И больше 130 работ Тибора Черныша были в Нижнем Новгороде, по-моему, в 2013 году. Два месяца они были у нас. Я сама посещала эту выставку несколько раз, потому что хотелось вернуться и вернуться еще раз. Ну, роскошь. Полюбоваться этими картинами. Вот. Если говорить о том, что какие были серьезные проекты, это, конечно, выставка Виктора Вазарелли. Я тоже очень благодарна Культурному Венгерскому Центру, который смог в том году помочь нам привезти эту выставку. Она проходила в Арсенале. Мне было так приятно на открытии, когда присутствовал, ну, весь Нижегородский мир искусств присутствовал. Это были и писатели, и поэты, и художники, и фотографы, и архитекторы. И когда они говорили о том, что мы учились на его творчестве и мечтали когда-нибудь это увидеть, хотя бы одну картину, и вот такое количество сегодня здесь, полноценная выставка. В Москве выставка Виктора Вазарелли прошла только в этом году, и открылась она вчера. А до этого эту выставку смогли в России посмотреть только жители Нижнего Новгорода. И вот в рамках Дней Венгрии и России в 15-м году ее уже привезли в Москву. Ну, а то мы и третья столица. Да? Если будем так стараться, может быть, будем и первой культурной. Да, не будем мелочиться. Все в наших руках, надо стремиться. В прошлом году Венгрия подарила нам скульптуру оленю. В этом году мы опять не без подарка. Расскажите об этом проекте. Давай начнем с того, что в том году действительно была подарена почетным консульством Венгрии Нижнему Новгороду скульптура оленя. Мы, когда вели этот проект, тоже сомневались о том, как оценят нижегородцы современное искусство. Несмотря на то, что создатель, скульптор Габар Жоки очень знаменит в Европе. И его скульптуры стоят во многих и столицах, и городах Европы. Но были сомнения. И мне очень приятно, что многие нижегородцы, а, наверное, даже не многие, а большинство, полюбили оленя. Все считают уже его своим, родным. Это замечательно. Я могу только сказать спасибо за это всем нижегородцам. Теперь, что касается проекта в этом году. Когда в том году мы решили подарить городу оленям, то венгерское правительство задумалось о том, что им, наверное, тоже нужно что-то подарить городу. Раз почетное консульство дарит, то им сам Бог велел. И когда в этом году было подписано соглашение между российским правительством и венгерским об организации вот таких Дней, перекрестных Дней России в Венгрии и Дней Венгрии в России, в этот момент Министерство иностранных дел в Лисейштване Ядерта, еще раз повторюсь, которое отвечает именно за культуру, стали думать о том, что да, надо подарить скульптуру и подарить ее именно Нижнему Новгороду. Они не могли мелочиться. И они остановили свой выбор именно на той скульптуре, которая признана лучшей скульптурой мира в 2014 году. Это не обсуждалось. То есть они приняли решение, что это будет что-то такое масштабное, серьезное, которое уже получило мировую оценку. Нам предложили подобрать площадку с учетом того, что скульптура, конечно, очень габаритная. Вот мы сейчас с тобой ее видим на экранах. Это такой вот мужчина, который вырывается из-под земли. Вот ему не легко, но это он делает. Она называется «Прорыв», эта скульптура. И возвращаясь к тому, что мы в течение месяца подбирали площадку, не так просто было это сделать, потому что она действительно очень габаритная, эта скульптура. И сделали это совместно с архитекторами города, которые врисовывали в различные места. Нужно было, чтобы она была гармонично вписана в ландшафт, не мешала окружающей среде и тем объектам, которые будут вокруг. И вот мы выбрали это место. И сейчас, когда мы с тобой видели и были с тобой вместе на открытии, я думаю, что ты меня поддержишь, что она очень гармонично в этом месте как раз вписалась. Он же был еще и автором масок, да? Абсолютно. Которые участвовали в арт-велопробеге. У меня-то вот какой вопрос. А ведь не просто же так этот арт-велопробег? За этим стоит какая-то задача у почетного консула, да? Этот проект вытащила Анна Марковна Гор, когда мы уже знали, что будет подарена большая скульптура в Нижнем Новгороде. Она стала изучать творчество этого скульптора. И обнаружила, что у него есть такое вот направление. Это велопробеги, которые показывают людям, что надо уважать не только машины, не только наш современный мир. Буйство, когда мы уже забываем и о природе, и о людях, и, к сожалению, да? Что надо продвигать именно вот велосипедные движения, которые во многих и других городах потеряны, в том числе и Нижний Новгород, сегодня только начинает еще вот приобщаться к этому, да? Когда есть любовь, когда есть традиция, выйти из-за руля, сесть на велосипед и полюбоваться просторами. И чтобы все это было достаточно экологично. И артистично. И артистично тоже, согласна с тобой. У меня родилась идея, когда он приехал сюда к нам на переговоры в апреле месяце, что, может быть, он для нас сделает оленей. Поэтому этот проект он реализовал специально для нас. И вот эти замечательные головы оленей оказались в Нижнем Новгороде. А уже соединить прорыв и оленя – это у нас уже была вторая идея. Это такой как бы мост между прошлым годом венгерским и подарком, да, оленем, и новым подарком. Как и олень, так и прорыв подарен с любовью нижегородцам. И мы хотим, чтобы эта скульптура, сегодняшний прорыв, также полюбилась нижегородцам, также стала местом их свиданий, встреч, отдыха, как и место, где располагается наш уже всем полюбившийся олень. Спасибо огромное, Эллада Львовна. Ну что ж, дни Венгрии в Нижнем Новгороде закончились, но только для того, чтобы вернуться к нам в следующем году. А мы с вами увидимся ровно через неделю в культурное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова